Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «Помощники» от автора Риджи Фокс. Ссылка на фанфик находится в описании под видео. Обратите внимание, что под видео есть много ссылок на мой второй YouTube-канал с озвучками, на мой влоговый канал, также на канал новостей, где каждый день выходят новости о бантанах, а также на мою страницу Boosty, где более 100 озвучек в моем исполнении уже выложены, и там же мы с вами встречаемся по вечерам в прямом эфире. Ну а прямо сейчас нас ждет глава одиннадцатая и двенадцатая фанфика «Помощники». Ну что, поехали? Глава одиннадцатая. Утро. Сколько боли в этом слове. Техион всегда был совой, мог проспать до обеда, оставляя все дела на вечер, да и... Ну, сфера его деятельности подразумевала работу в ночное время. Все же днем, под светом солнца и взглядами любопытных прохожих, угонять машины как-то уж совсем экстремально. Поэтому, каждый раз пытаясь встать на путь законопослушного гражданина и зарабатывать деньги честным путем, Техион довольно быстро с этого пути сворачивал. Нет, причина, разумеется, была далеко не в том, что приходилось рано вставать. Однако в такие периоды жизни он ненавидел людей чуть больше, чем обычно. Вот и сейчас он крыл матом Чон-Чонгука, который рывком распахнул шторы, отчего солнечный свет бил по лицу похлеще, чем какой-нибудь боксер. — Садист проклятый! — зашипел он, пытаясь спрятаться от ярких лучей. Уткнулся лицом в подушку, сильно жмурясь, да еще и одеяло сверху накинул. Ну, чтоб наверняка. Правда, помогло ненадолго. Чонгук со свойственной ему бескомпромиссностью просто сдернул с него одеяло, отшвырнув его в сторону. — Поднимайся! — тоном нетерпящим возражений. — Смею напомнить, что ты мой помощник и не должен опаздывать на работу. — А может, заодно напомнишь? — Нахрена я согласился на эту каторгу? — пробурчал он, все же попытавшись открыть один глаз. — Из-за денег, которые я тебе плачу? — невозмутимая в ответ. — Ну, причина веская, чего уж тут. Со скрипом, ругая себе под нос и проклиная белый свет, тихен все же сел на кровати и тут же сжал пальцами виски, чувствуя, как в черепушке перекатывается тяжелый свинцовый шарик и бьет по стенкам изнутри. — Так капец! Так, кажется, третья бутылка была все же лишней. Пробормотал он, силясь унять тошноту. — Нет, или вчера кичился тем, сколько можешь выпить не пьянее, — саркастично заметил Чонгук. — Да выпить-то я могу, но я же не говорил, что похмелье меня не мучает. Полным страданием голосом. Руки и ноги были ватными, голова грозила просто расколоться, во рту будто песка насыпали, а желудок выдавал голодные рулады, несмотря на тошноту. Выглядел он наверняка так же отвратительно, как чувствовал себя. А вот чертов Чонгук, в противовес ему, стоял весь из себя такой с иголочки, будто и не вместе накануне пили. Идеальная осанка, небрежная укладка, костюм, все дела. Даже на лице, строгом, как всегда, ни следа вчерашних алкогольных возлияний. — А ты точно человек, а не киборг какой? — не удержался от вопроса ты, Хён. — Ну, если тебе это важно, то да, мне тоже дурно. Но в отличие от тебя, я умею это скрывать, улыбнувшись одними уголками губ. Но даже такая короткая улыбка поразительно шла Чонгуку, и Тихён неожиданно поймал себя на том, что у него внутри что-то ёкнуло. А потом будто щёлкнуло, и воспоминания одно за другим начали всплывать в голове. Пили, болтали, пили, целовались. Капец, сраный капец. Он вчера целовал эти губы. Господи, сам затащил Чонгука на свои колени и поцеловал. А что ещё хуже, с полного одобрения последнего. Чонгук не сопротивлялся, а наоборот охотно отвечал, сминая его губы в ответ. Вот, ёрзал на бёдрах, возбуждался, касался руками, и, чёрт возьми, да если бы не звонок нам Джуна, то они бы точно зашли дальше. Сильно дальше, прям до конца. Ну, до оргазма, в смысле. И, видно, мелькнуло что-то такое на его лице. Ага, паника, скорее всего. А чего Чонгук заметил? Мы решили, что это минутное помутнение, помнишь? Тихён медленно кивнул, продолжая восстанавливать в памяти события вчерашнего вечера. А потому перестань смотреть на меня так испуганно. Выкинь это из головы и начни уже приводить себя, наконец, в порядок. Если поторопишься, то успеешь позавтракать, чтобы не пришлось весь день работать голодным. Так и не дождавшись от него ответа, Чонгук вышел. А Тихён ещё несколько минут продолжал сидеть на кровати, совершенно растерянный. Это что, сейчас была забота? Такой человек, как Чонгук, неожиданно запомнил, что он там вчера нёс сгоряча? И не только запомнил, но и решил не допустить повторения? Тихён понимал, что это мелочь. Ну, а что такого особенного в том, чтобы накормить человека завтраком? Ну, только вот, не плевать на него на этом свете было лишь юнги и бабули иногда. Он не привык к заботе, пускай и такой неласковый. И теперь совершенно не представлял, что с этим делать. А ещё где-то в глубине души осознавал, что этот нелепый и никому из них не нужен поцелуй оказался неожиданно приятным. А злобный суровый начальник чертовски горячим. Да капец! Тихён ел быстро, шипел, когда обжигался, но продолжал поспешно пережёвывать куски мяса, закидывая следом в рот листья салата. Не сказать, что это сбалансированный завтрак, но тот самостоятельно выбрал, рассмотрев содержимое холодильника. А Чунгук не стал вмешиваться, он же не нянька. Сам же решил ограничиться чашкой кофе. Аппетита не было совсем, а голова перестала болеть только после второй таблетки сильного обезболивающего. И как Тихён, помятый и страдающий от похмелья, вообще умудрялся есть, а? А говорил, что тебе плохо. Не удержался от едкого комментария он. Ему нравилось смотреть на то, как Тихён ест. И этот факт сбивал с толку, настолько же, насколько раздражал. Ну, какого чёрта, а? Плохо, с набитым ртом подтвердил тот. Судя по тому, сколько ты ешь, не особенно заметно, знаешь. Тихён проглотил еду и, запив её водой, стоявшего рядом стакана, продолжил. А ты знаешь, что такое голод, Чунгук? Когда у тебя нет еды и денег, чтобы купить её. Тоже. Я никогда не упускаю возможности поесть, тем более на халяву. И не вздумай меня жалеть, ясно? Да я не собирался. Равнодушно ответил он, отставляя пустую чашку из-под кофе в сторону. Вот и хорошо. Тихён посмотрел на свою тарелку, на которой ещё осталось мясо, потом перевёл взгляд на часы. Мы не опоздаем? Опоздаю точно, если учитывать, что Тихёну ещё нужно привести себя в порядок. Нет, ответил Чунгук и поднялся из-за стола. Доедай и одевайся. Если вчера Тихён смотрелся на его кухне непривычно, то сегодня стало ещё хуже. Совместный завтрак – это уже совсем что-то личное. С кем попало, по утрам не едят. Ох, нехорошие это мысли, неправильные. Да и привыкать к присутствию в его доме Тихёна не следовало. Нужно будет сегодня же найти ему нормальную гостиницу. В прихожей пиджака, в котором он был вчера, не было. И Чунгук попытался вспомнить, куда же его делал. Пропажа нашлась в гостиной, и он прошёлся ладонями по карманам в поисках бумажника, но не обнаружил искомого. Странно. Чунгук точно помнил, что сунул его в пиджак, когда выходил из машины. Позже бумажник тоже был там. Он нащупал его, когда перед квартирой доставал электронный ключ. Чунгук бы мог оставить его на тумбочке в спальне, если бы отнёс пиджак в корзину для белья. Но он этого не делал. Подозрения, что закрались у мысли, были не слишком приятными, однако рубить с плеча не хотелось. Именно поэтому Чунгук поднялся наверх и поискал там. И ничего. Бумажника не было ни в спальне, ни в ванной, ни в прихожей, в которую он спустился напоследок. Да чёрт! Ну а чё он, спрашивается, ожидал от Тихёна? Из чего решил, что тому можно доверять и уж тем более впустить в собственный дом? Чем, спрашивается, думал, когда приглашал к себе вора, карманника, угонщика и ещё бог знает кого? Разочарование мерзкой горечью оседало на языке, а в груди вспыхнула злость. Хотелось наорать на Тихёна, а ещё лучше хорошенько встряхнуть. Но Чунгук сдержался. Спокойно вернулся на кухню, где объект его безрадостных мыслей как раз ставил пустую тарелку в раковину и, протянув руку вперёд, потребовал. Бумажник. А в глазах напротив такое недоумение, что Чунгук даже мог бы поверить, не зная он о том, кто перед ним. Что? Глядя непонимающе. Отдай ему бумажник, Тихён, звеня сталью в голосе. Он злился на себя в первую очередь, потому что доверился этому человеку. А что получил в ответ? И чёрт бы с ними, с деньгами, невелика потеря, но от разочарования и какой-то детской обиды на то, что его обманули, так просто не избавиться. Глупо? О, ещё как! Ну, как бы Чунгук не пытался задавить свои эмоции, ничего не выходило. Ты? Тот поджал губы и смотрел на него с неприкрытой яростью, полыхающей в глазах. Ты реально считаешь, что я украл твой бумажник? Тихён, ну перестань изображать из себя святую невинность, отрезал Чунгук, складывая руки на груди. Вчера мой бумажник был в кармане пиджака, а сейчас я его там не обнаружил. Я поискал везде, где мог его оставить, в доме только ты и я. Сам догадаешься, почему я подозреваю тебя, или надо разжевать? О, ты забыл добавить, что я мелкий бандит, как ты меня называешь. А ещё карманник и воришка, ядовито произнёс Тихён. И, наверное, ещё и полный кретин, по твоему мнению, раз ворую там, где живу, да? А давай ты просто вернёшь мне бумажник, и мы поедем на работу, предложил Чунгук, чувствуя, что устает от этого разговора. Он вроде бы прав в своих подозрениях, но Тихён смотрел так обиженно и звучал так уверенно, что в душу закрадывали сомнения. Я бы вернул, будь он у меня. Не собирался уступать тот. Где ты вчера оставил свой пиджак, говоришь? Я не говорил. Начал было Чунгук, но осёкся. В гостиной. Всё же сдался под напором чужой злости. Идём. И, не дожидаясь от него действий, Тихён просто схватил Чунгука за запястье и потянул за собой. Ищи сам, чтобы ты не смог сказать, что я его подкинул, требовательно остановившись в гостиной. Ну, чё зыркаешь на меня возмущённо? Ищи давай. А не слишком ли ты нагло? Начал было Чунгук, но Тихён не позволил договорить, перебив. Ты только что обвинил меня в воровстве, нет? Я всего лишь пытаюсь доказать свою непричастность, а потому будь добр. Завали свой рот и просто поищи. За креслом, за диваном, между подушками или куда там ещё мог свалиться твой бумажник. Давай, давай. Ты, кажется, утверждал, что нам не стоит опаздывать на работу, так? А потому поспеши. Чунгук ещё несколько секунд постоял молча, решая, как бы погрубее ответить, но затем, неожиданно для себя самого, всё же взялся искать. И где-то там внутри, глубоко-глубоко, ему хотелось поверить в то, что он ошибся и несправедливо обвинил Тихёна. Заглянув под диван, и даже пожарив там рукой для надёжности, Чунгук взялся ощупывать пространство между сидением дивана и спинкой, но ничего не нашёл. Всё сильнее раздражаясь, и из-за поведения Тихёна, и из-за того, что так нелепо повёлся на его манипуляцию, он засунул руку между подушками и подлокотником дивана, чтобы нащупать там свой бумажник. Извлёк его наружу под полным превосходством взглядом Тихёна, и из одной только врождённой вредности демонстративно заглянул внутрь, чтобы удостовериться, что всё на месте. Наличка, как и карты, лежали там, где и должны были. Чёрт! А ведь он именно на этот подлокотник вчера кинул пиджак. Вероятно, что бумажник выпал из кармана, а Чингук потом самолично спихнула в свои задницы, пока отодвигался от Тихёна. Идиот! Да чёрт, как же неудобно получилось! Да, у него были причины подумать на Тихёна, но почему он даже не попробовал просто спросить, а вместо этого сходу начал требовать? Убедился? Обида звенела в голосе. Тихён, я... Ну, извини меня просто, я... Ну, просто ты решил, что раз уж я вор, то ворую всегда, и мне нельзя доверять, да? Звучало так горько, что Чингук устыдился. И не ты ли вчера просил меня не навешивать ярлыки, м? Может быть, и сам последуешь этому совету? Прости. Снова извинился он, испытывая самое настоящее угрызение совести. — Иди ты нахрен со своими извинениями! — грубо ответил Тихён. И поехали уже на работу. Развернувшись на пятков, добавил язвительное. — Господин Чон. Глава двенадцатая Бесит. Тихён злился на Чунгука. Ощущал себя из-за этого сраной трепетной фиялкой. Ибо обиделся. Ну, чё за хрень? Из-за этого злился ещё и на себя. Да и вообще транслировал мир сплошной негатив. Не заметить, насколько хмурая у него рожа, было просто невозможно. А потому стоило им с Чунгуком войти в кабинет, все дружно замолчали. А затем и вовсе дыхание затаили, чтобы не привлекать к себе внимания. — Будь добр, принеси мне кофе. Холодно попросил его начальник и чинно удалился к себе. А Тихён так и продолжил стоять, сжимая кулаки и настраивая себя на то, что нельзя выливать кофе на голову людям некрасиво как-то, да и чревато. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, он направился воевать с кофемашиной, спиной чувствуя любопытные взгляды своих подчиненных. А пока вспоминал, куда же тут надо тыкать, чтобы сварить то, что можно было бы пить, уловил негромкие перешептывания. — Вместе приехали. От юной. И, похоже, поругались. Кажется, это сказал Чимин. — А вам не плевать? Куда громче остальных, недовольные даже как-то возмущенно проговорил Дживон. — Ага, значит, до этого точно был Чимин. По шепоту, пускай и громкому, сходу трудно понять, кто именно. — Да тише! — снова юна. — Услышит. — И что? — не думая понижать громкость голоса. — Да какое вам вообще дело до чужой личной жизни? — Ну, интересно же, — влез Чимин. — Лучше работайте, а не в чужие постели заглядывайте. Влюбленная парочка поругалась. Вот прям новость дня! На этом разговор заглох, и Тихен вернулся к изучению кофемашины, тем не менее продолжая накручивать в голове услышанное. Нет, в том, что их окончательно стали считать парой, нет ничего удивительного. Сам же вчера усиленно заливал в уши, что они с Чунгуком встречаются, а сегодня лишь подтвердил слухи тем, что пришел на работу вместе с ним. За дело другое. Он ведь и сам всерьез обиделся на Чунгука. Обиделся. Да они никто друг другу. Мы просто по воле случая вынуждены работать вместе, и не более. Так какого же черта он сейчас ведет себя так, словно бы они и правда влюбленная пара, словно имеет право что-то, кроме оплаты, требовать от этого человека. Ну, вместе выпили, один раз поцеловались, и все, Тихен размяк, и что-то там себе напридумывал. Да дебил, конченый. Надо уже взять себя в руки и просто делать то, для чего его, собственно, наняли. Смотреть в оба, слушать и искать. А потом, наконец, получить свои деньги и свалить, забыв и эту историю, и Чунгука, как страшный сон. Восстановив душевное равновесие, Тихен взял кофе и, поставив его на небольшой поднос, отправился в кабинет Чунгука. Проходя мимо коллег, приветливо улыбнулся им, поймав на себе удивленные и непонимающие взгляды, и все так же, продолжая сиять улыбкой, постучал костяшками в дверь, чтобы следом зайти внутрь. — Ваш кофе, господин Чун, — столик и легкого подхолинства в голосе произнес Тихен. — Ну а что? Большой босс, а он тут повел себя, как обиженка. Ну всего-то назвали вора вором. — Спасибо, — глядя на него подозрительно, ответил Чунгук. — Все в порядке? Прозвучало неожиданно, неуверенно. Видимо, того сбили с толку перемены в его поведении. — Да, все отлично. Что-то еще или я могу идти? — Так, Чунгук даже отложил в сторону документы, которые читал до этого. — Ты же туда не плюнул, нет? — Нет, — ровно ответил он. — И ничего не подмешал? Все еще явно не веря ему. — Даже в голову не пришло. Произнес все так же старательно, удерживая ровный тон. А потом не выдержал и ответил уже нормально. — Блин, и как вы все время так разговариваете, а? Короче, ты всего лишь назвал меня вором, которым я и являюсь. А я с чего-то решил, что могу тебе яйца выкручивать. Так что нет, я не злюсь. Я просто хочу быстрее выполнить нашу договоренность и уйти. А потому слабительного в кофе не сыпал, честно. Хотя хотелось в моменте. Чунгук какое-то время пытливо разглядывал его, словно бы хотел прочитать мысли, а затем неспешно протянул руку к чашке и сделал небольшой глоток. Это такая попытка показать, что тот все же доверяет ему? Да уже и не надо, в общем-то. Иди. В итоге отпустил его Чунгук. Однако стоило только развернуться к выходу и сделать несколько шагов, как тот позвал его. И... Тихен... Он остановился и снова обернулся. Ну, мне действительно стыдно за то, что обвинил тебя в краже бумажника, и извини меня. Но я же сказал, что вор и... Я слышал, что ты сказал. Строго перебил Чунгук. Но мы, кажется, решили, что не станем навешивать друг на друга ярлыки, так? Обещаю, что постараюсь этого не делать, но признаю, что это не так-то просто. Что-то как-то слишком уж сладко прозвучало. Чунгук что, пытается с ним подружиться? Или Тихен опять надумал лишнего? Но тот быстро вернул его с небес на землю, продолжив. Возможно, от нашего сотрудничества зависит моя жизнь, и я в любом случае не заинтересован в конфликтах с тобой. Ну, зато правда. И на самом деле тот факт, что Чунгук извинился, оказался довольно неожиданным. Он, признаться, даже не думал, что тот не зайдет до него. Ты прав. Я тоже. И тут дверь открылась, и вошел Намджун. Да что ж его сегодня перебивают-то все? И я не помешал? Глядя исключительно на Чунгука, поинтересовался тот. Помешал! Громче необходимого рявкнул Тихен. Дай нам еще пару минут, хорошо? И пока тот не успел очухаться, буквально вытолкал опешившего от напора Намджуна из кабинета, злорадно захлопнув за ним дверь. Пускай немного постоит там, повернувшись к Чунгуку. И замолчал. И Чунгук молчал, выжидательно глядя на него, но спустя минуту не выдержал. Ну, ты его выгнал, чтобы что-то со мной обсудить? Нет. Просто хочу, и в чем убедиться. И в чем же интересно? Заламывая черную бровь. В том, что твой секретарь без ума твоего телохранителя, хитро сощурившись, ответил Тихен. Чунгук закатил глаза и недовольно цокнул языком. Не кабинет руководителя, а огромной компании, а дурдом какой-то. Проворчал, а демонстративно уткнулся в экран монитора, всем видом показывая, что вообще-то работает, а не всякими там глупостями занимается. Однако из кабинета все же не выгонял. Ты в него втрескался. Тихен ткнул Чимина пальцем в грудь, прижав того к стене. В кем нам, Джуна? Что? А щеки пунцовые и пунцовые. Господи, и как Чимин в этом серпентарии работает-то, учитывая, что у него все эмоции буквально на лбу написаны? Да нет же! Врешь начальству? Рочито строго. Даже не пытайся меня обмануть, я вижу, как вы смотрите друг на друга. А дальше Тихен наблюдал невиданные в природе явления. Щеки Чимина меняли цвет от алого к бордовому и обратно. Это у того кровь так приливала и отливала? Типа не мог решить, покраснеть ему или побледнеть? Я... просто... господин Ким, ну, ну, то есть, который нам Джун, он же... Заблеял, глазами стреляя по сторонам в попытке отыскать путь побега. Он же, он же, передразнил Тихен. Он же, с нажимом, на тебя смотрит примерно так же, как ты на него, и, судя по всему, вы никак с мертвой точки не сдвинетесь. А потому я решил вам помочь. Гордо так. А... может, я сам как-нибудь? Не надо помогать, пожалуйста. Ну, вот и подтверждение, что Тихен был прав в своих выводах. Значит, можно действовать, не сомневаясь. Надо, надо. Да и вообще, кто ж тебе спрашивать-то будет? Цапнув Чимина за локоток, стоило только услышать, как открылась дверь в кабинет Чунгука. Идем за мной и не забывай подыгрывать. Дернул, вынуждая беднягу быстрее перебирать ногами. Однако, стоило только дойти до поворота, замедлил шаг и дальше шел спокойно. Свидание? Ох, как же это здорово, Чимин! Громко так, не глядя на замерзших от неожиданности нам Джуна и Чунгука. Поздравляю тебя! А, спасибо. Так тихо, что хотелось влепить ему под затыльник, вот ей-богу. И, конечно же, я отпущу тебя сегодня пораньше, чтобы ты мог собраться. Но, в конце концов, не каждый день приглашают в такой дорогой ресторан. Ты должен выглядеть на все сто, понятно? Не позорь меня, будь добр. Июна издала что-то среднее между писком и судорожным выдохом, а вот остальные продолжали молчать. Да и вообще, тишина стояла такая, что хоть режь. Нам Джун, же, на которого он все-таки посмотрел, в кои-то веки не выглядел, как киборг-убийца с невозмутимым выражением лица, а вполне себе по-человечески кусал губы и хмурился. Ха! Эффект достигнут. Ким Тэхён привносил в его жизнь сплошной хаос и превращал все, что его окружало, в какую-то дикую смесь детского сада и клиники для умалишенных. Причем не только на работе, но и дома. А самым ужасным было то, что Чунгуку это даже нравилось. Где-то очень-очень глубоко в душе, но и финальным гвоздем в крышку его гроба становилось то, что он хотел Тэхёна. А после поцелуя это желание лишь усилилось. И теперь спокойно смотреть на своего же подчиненного становилось решительно невозможно. Еще и этот контраст. Разгильдай Тэхён при первой их встрече, собранной строгей в офисе и чертовски горячей и властной дома у Чунгука, все три образа причудливо перемешивались в голове, но никак не желали стыковаться между собой. Вот и сейчас тот изображал из себя строгого и сдержанного помощника, сидя по левую руку от Чунгука. Они находились в вип-комнате фешенебельного ресторана, делающего упор на корейскую кухню. Намджун притулился у стены, а напротив за столом расположился Кан Яджун, один из конкурентов Чунгука, пожилой и уважаемый мужчина, около месяца назад внезапно решивший продать свой бизнес и отчего-то первым делом обратившийся именно к нему. «Я уже не в том возрасте, чтобы вести дела, да и здоровье сбоит», продолжил разговор Кан, «и в отличие от многих в этой стране прекрасно понимаю, когда надо уходить». «Ну, я благодарен, что вы пришли ко мне, господин Кан». Чунгук чуть склонил голову. «Но, признаться, не очень понимаю вашего решения продать бизнес мне, а не передать его внуку». «Как раз в нем и дело», хитро улыбаясь, ответил Кан. «Предлагаю сначала выпить, а затем я расскажу о причинах». Тот взял в руки бутылку Макали, которой лично Чунгук терпеть не мог и потянулся через стол, чтобы налить ему. Не оставалось ничего иного, кроме как поднять свой стакан, удерживая его двумя руками и позволяя наполнить. «За встречу», предложил Кан тост, и Чунгук, поддержав, все же выпил алкоголь. И сейчас он находился в той ситуации, когда отказаться и просто не пить было невозможно. Несмотря на то, что по социальному статусу они были равны, Кан все же значительно старше по возрасту. А раз тут еще и сам наливал, то у Чунгука вообще не было варианта не выпивать. Это стало бы проявлением откровенного неуважения с его стороны. Черт, главное не надраться и не запороть встречу. «Так вот, о моем внуке», закусив алкоголь, заговорил Кан. «К сожалению, я слишком мало времени уделял его воспитанию, и мальчик вырос капризным и инфантильным. Ему не хватает целеустремленности, чтобы как следует учиться, а оттого в работе достижениями не блещет. Однако я признаю, что это именно моя вина. Слишком много времени уходило на работу, и я практически не общался с внуком, оставив его на попечении няни. В итоге вышло, что вышло. Сами понимаете, Чунгук, что я не могу оставить компанию на создание и развитие которой потратил почти 50 лет тому, кто ее загубит». «Понимаю», задумчиво протянул Чунгук. Он и сам практически всю свою молодость убил на работу и прекрасно знал, сколько времени и сил нужно вложить, чтобы твердо встать на ноги в этом бизнесе. «Из всех возможных кандидатов именно вы показались мне самым надежным». Кант снова взялся за бутылку макали, и Чунгук мысленно чертыхнулся, тем не менее не позволив недовольству хоть как-то проявиться на лице. И когда стаканы были вновь наполнены, и Чунгук уже поднес свой к губам, чтобы выпить, но тут случилось сразу две вещи. Телефон Канна зазвонил, и тот отвлекся, выуживая мобильный из внутреннего кармана пиджака, и Тахион, который молча сидел рядом, воспользовался моментом. Тот наклонился к нему, так что их лица находились близко-близко, и, обхватив руку Чунгука своей, поднес его стакан к собственным губам. Запрокинул голову, в два глотка осушив до дна, и вновь отодвинулся, словно ничего и не произошло. А затем еще и подмигнул Чунгуку, да вот же хитрец, идиотская улыбка сама наползла на лицо. Прошу прощения, извинился Канн, сбросив вызов. О, вы уже выпили? Тогда мне надо вас догнать. Чунгук лишь кивнул, не став уточнять, кто только что спас его от перспективы напиться. И на самом деле он был благодарен Тихену за эту глупую выходку. Ну, кому еще из его подчиненных придет в голову увезти у него из-под носа алкоголя? За все следующие часы, которые продлилась эта встреча, тот еще дважды умудрялся провернуть подобное, причем один раз помог нам Джун, который нарочно громко уронил стул, стоявший неподалеку, что заставило Кана повернуться на звук, тем самым оставив Чунгука без внимания. Я посоветую со своими юристами, прощаясь, проговорил Чунгук, когда они уже вышли из ресторана и стояли на улице. И я понимаю, почему вы хотите дать своему внуку место работы и закрепить это документально. Однако мне нужно подумать над этим пунктом. Да, конечно, конечно, Елейна разулыбался Кан. Буду ждать от вас ответа и прошу, не затягивайте. В противном случае я буду вынужден предложить эту сделку вашим конкурентам. Я обязательно свяжусь с вами в ближайшее время, заверил Чунгук и, глубоко поклонившись, открыл пассажирскую дверцу машины. Еще раз спасибо вам. И вам, Чунгук. И стоило только оказаться во в салоне автомобиля, Чунгук скинул пиджак и расслабил галстук. Устал, как собака. Кан – чертовски хитрый собеседник, который юлил всю беседу. И если бы Чунгук позволил себе выпить лишнего, то вечер мог бы закончиться принятием какого-нибудь глупого решения. Ты серьезно собираешься дать его внуку должность, если этот хрыч продаст тебе свою компанию? Всем своим видом, выражая скепсис, поинтересовался Тихен. Ну, скорее нет, чем да. Устало, запрокинув голову и прикрыв глаза, ответил Чунгук. Его мутило из-за выпитого макали. Но, с другой стороны, предложение слишком выгодное, чтобы я так запросто от него отказывался. А, вот как появляются начальники Самодуры, которые нихрена не умеют, да? Ехидно так. Куда едем? Нам Джун, который не пил сегодня, ожидаемо сел за руль. Домой, дал указание Чунгук, и все же, найдя в себе силы, чтобы открыть глаза, посмотрел на Тихена. Но ты действительно считаешь, что я допущу ленивого идиота до управления? Да нет, разумеется. Мне вообще проще ежемесячно платить его внуку зарплату и держать подальше отдел. Но ты сам слышал, что Кан уперся и требовал, чтобы тот именно работал, а не просиживал задницу. Ощущение, словно он нашел своему внуку опытную няньку с тяжелым вздохом. Если Чунгук сумеет договориться с Каном и все же выкупит его компанию, то конкурентам не поздоровится. Он просто раздавит из всех. Но если Кан решит продать ее кому-то другому, будет совсем тяжело и давить будут уже самого Чунгука. Он полез за телефоном, намереваясь связаться с юристами, но Тихен буквально выдернула айфон из его рук. Да что ты делаешь? нахмурился Чунгук. Ты время видел, глядя, как на дитя неразумное. Уверен, большинство твоих сотрудников уже десятый сон видят. Это я, как дебил, вынужден таскаться с тобой до позднего вечера по ресторанам. Да ты мой помощник, и это твоя работа, парировал Чунгук. Именно. Так что слушай своего помощника и не спорь. Сделаешь все завтра. А сейчас закрой глаза и попробуй поспать, пока едем. Ты откуда такая забота? Не зная, куда себя деть от вспыхнувшего смущения, спросил Чунгук. А еще ведь и нам Джун прекрасно слышал этот разговор. Ну, хоть помалкивал и на том спасибо. Да ты чуть ли не зеленый, Чунгук, так что ради бога успокойся и спи. Не хочу, чтобы тут все заблевал к хренам. Он хмыкнул. Ким Тихен в своем репертуаре. А потом неожиданно для себя подчинился. Вновь запрокинув голову, прикрыл глаза, расслабляясь. И даже не попытался забрать обратно свой телефон. И на сегодня это все, друзья мои. Продолжение следует. Риджи Фокс. Спасибо. А с вами была Маруся. Желаю всем хорошего настроения, прекрасного дня. До скорой встречи. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok